Шокирующие эмоции, драматизм и загадочность в Кровеческом музее открылась выставка картин скандальной мексиканской художницы начала 20 века Фриды Кало. Фрида знаменита не только откровенными и подчас шокирующими сюжетами своих картин, но и бурной личной жизнью. Будучи замужней дамой, Фрида имела множество любовников, среди которых был русский революционер Лев Троцкий. На выставке побывала наш корреспондент Ульяна Ездакова. Ульяна, тебе слово. Надежда, здравствуйте. Действительно, некоторые картины производят на зрителя шокирующее впечатление. Художница выплескивала на полотна всю свою боль, которую за всю ее жизнь ей досталось немало. Бездетность, предательство, болезни. Так, например, на картине «Сломанная колонна», написанной в 1944 году, изображена сама Фрида Кало. Дело в том, что в 1925 году художница попала в серьезную аварию и получила травму позвоночника. Врачи много раз делали ей операцию, но боль пронзающая все ее тело, так и не прошла. Вот в этот момент она решает изобразить себя, свое тело в виде вот этой сломанной колонны. А сломанная колонна символизирует сломанный позвоночник. И если мы посмотрим повнимательнее на картину, то увидим вот гвозди, которые впиваются в тело художницы. Этим она символизирует боль. Ту боль, которую она чувствует на протяжении многих лет. Чтобы зрителю, что называется, полностью погрузиться в атмосферу работ художницы, к каждой работе приложена вот такая шпаргалка. На ней написана история создания картины и о чем сюжет. Описание картины еще и позволяет понять глубже эту картину, потому что у каждого свое видение, да? Каждый по-своему видит и внешний мир, и картины, и у каждого свой внутренний мир. Когда подходишь к картине, видна малейшая фактура мазка, передача цвета и тени. Кажется, что это оригинал. На самом деле, это фотография высокого качества, нанесенная на холст. Всего на выставке представлено более 50 картин и фотографий Фриды Кала. С творчеством скандальной мексиканской художницы можно познакомиться в Краеведческом музее до 8 декабря. Ульяна Ездакова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.